Алла Пугачева 30 лет назад едва не умерла в результате пластической операции. Подруга рассказала, что Примадонне занесли инфекцию в клинике в Швейцарии. Ни для кого не секрет, что в погоне за вечной молодостью Алла Пугачева периодически прибегает к услугам пластических хирургов. Впервые Примадонна решилась на операцию по трансформации внешности еще в начале 90-х. Толчком для этого стало знакомство певицы, которая тогда была за 40, с 29-летним начинающим музыкантом Сергеем Челобановым. Между Аллой Борисовной и ее новым фаворитом вспыхнул бурный роман и, чтобы на фоне молодого избранника выглядит так же эффектно, звезда решилась лечь под нож хирурга. Операция прошла неудачно и, более того, из-за занесенной инфекции Пугачева едва не лишилась жизни. Алла и раньше много занималась своей внешностью. Мы обе ходили под присмотром врачей из института курортологии. А тут она решилась на радикальный шаг. Чтобы выглядеть моложе рядом с Челобановым, Алла легла в клинику в Швейцарии и сделала пластическую операцию. Операция прошла неудачно, ей занесли инфекцию. Постоянно поднималась температура, она исхудала и тихо загибалась, на нее страшно было смотреть. Слава богу, спасли врачи московской клиники, когда стало совсем худо рассказала журналистам подруга Примадонна Мила Андреева. Отношения с Челобановым у Аллы Борисовны так и не сложились. Возлюбленный певица поцел на запрещенные вещества и, как бы Примадонна не старалась ему помочь, все было безуспешно. После молодого артиста Пугачева закрутила роман с Филиппом Кыркоровым, который привел не только к свадьбе, но и к венчанию. Правда, отношения Примадонны и поп-короля завершились так же внезапно, как и начались. На сегодняшний день Алла Борисова счастлива в браке с Максимом Галкиным, с которым они воспитывают пятилетних близнецов Лизу и Гарри. Кстати, минувшим летом Примадонна стала гостью ютуб-шоу Олега Меньшикова, и в откровенном разговоре с художественным руководителем театра имени Ермоловой высмелых хейтеров, которые критикуют ее за то, как она постарела. Да, я старая, и ничего с этим я поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду. Да, я старею. Уже ложишься и думаешь, проснуться бы. Встаешь, думаешь, так, надо посидеть, чтобы голова не закружилась, вдруг упадешь еще. Вчера на Дальнем Востоке были. Я уже не помню, когда в последний раз вино пила. Подумала, дай-ка, выпью, и таблетку заодно. Есть свои прелести, короче говоря. Над ними не надо смеяться, это само по себе смешно, заявила Пугачева. Добавим, что 17 апреля в честь своего 70-летия Алла Пугачева даст первые 9 лет большой сольный концерт. Шоу под названием «Алла Пугачева. П.С.» состоится в Государственном Кремлевском дворце. 21 декабря стартовала продажа билетов на грядущие знаменательные события. Организаторы отметили сразу, купить билет можно только в кассах концертной площадки. С 6 утра у Кремлевского дворца выстроилась огромная очередь. Несмотря на то, что цены на билет достигали 70 тысяч рублей, все было распродано за пару часов. Причем основную часть выкупили перекупщики, которые сейчас просят за заветный проход на юбилейный концерт Примадонны от 100 до 375 тысяч рублей. Кремлевский дворца Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова